За все слава Тебе, Господь дорогой, особенно за день сегодняшний, что Ты послал ко мне моего дорогого Учителя и Духовного Отца. Благослови нас Господи, научи нас, Сэм, научи нас молиться, научи нас православной веры, научи исповедовать православную веру. И все, что мы задумали, и церковь построить, и здесь служение благовестия, и проблему молодежи благослови, и наших друзей, Игнатия, и Виктора, и Николоза, сохрани их дороги, благополучно соверши это служение и благополучно верни к себе на Родину. Прославится все имя Святое, Отца и Сына Святого Духа, ныне близкого веки веков. Аминь. Расскажите. Я закончу, потом, пожалуйста, можно сказать. Значит, мы у Черного моря. Там, значит, вижу чёрноглазую грузинку. Да, и мы очень так смотрим друг на друга. Да, значит, и там в это время, да, это было большое общение молодёжи здесь. И там был один дядя Федя. Он был очень хорошо сведущий Святом Евангелие здесь. И мы у него учились. Вообще у нас такая была молодая община, дружная семья, вот можно сказать. И вот здесь этот дядя Федя говорит, Наум говорит, я еду в Сибирь. Поехали со мною, мне тяжело, помоги мне. Да, и вот мы приехали, поехали в Сибирь. Здесь, да, в Новосибирске были. У нас были прекрасные встречи. Потом, значит, другой здесь этот Павел Петрович Рак. Да, мы вместе с ним были, да. Говорит, Наум, помоги мне, у него что-то с сердцем было. Повези меня до Барнаула. Ну, а потом уже едь по своей дороге. И вот в Барнауле где нам остановиться? И вот мы как ведущие. Говорит, есть, говорит, здесь православный с бородою. Да, говорит, вот вы у него можете. Кто-то сказал нам, он там знал. Да, и вот я, значит, приходил, говорит, хозяин на дежурстве. Значит, ну, положили нас на трехъярусные, здесь, да, как их называют? Палати. Да, палати трехъярусные, да, казарме трехъярусные. Это на строительной, наверное, да? Да, на строительной. И вот я утром встаю, уже только светает, смотрю, борода, бум, встает, опять бум. Ну, что это такое? Оказывается, Игнат делает поклон. О, думаю, с утра пришел молиться, да, это мне понравилось, да. Ну, потом мы все встали, это Павел Петрович, и вот он пригласил на беседу. Вот так же Библия лежит. Я тебе одно слово. Вся комната вместе с кухней у меня 12,8 квадратных метров. И 11 человек ночует, и на полу никто не лежит. А уж на полу это другое дело. Тут у меня мастерская, тут студия тонн записи, 15 магнитофонов работает и скрываются. Органы там приехали, искали, искали, сколько время. Вот, переплетный цех работает. Приходят люди, а вот открыто все. Ко мне там с вокзала ключ я вообще убрал. Дверь открыта, кунглосуточная была. Кто хотел, приходил ночевал. И в это время он оказался у меня. Да. И вот лежит Библия на столе здесь. И вот мы начали беседовать. Значит, и вот очень хорошее вступление. Мне понравилось. Игнатий говорит, что, говорит, я буду говорить не от себя, не свое слово, а то, что говорит Библия. И как его разъяснили святые отцы Святой Православной Церкви. Ну и вот мы начали задавать ему вопросы там о священстве, об иконах, которые вызывают такие споры у людей. Да. И вот он все по Библии ответил нам. И эти темы легли мне, грубо говоря, на сердце. Потом мы и переписывались, и там не звонили немножко, перезванивались. Да. И потом, значит, сообщение мне с Барнаула, говорит, на ум я еду в Москву. А я уже готов был, чтобы принять крещение. И вот я говорю, давай мы встретимся в Москве. И вот мы день назначили. Мы встретились в Москве. Мы там тоже, помню, очень прекрасное общение. Там несколько. Да. Я сейчас вставку небольшую сделаю. Москвичи, значит, у нас едем сюда. А мы в мостопоезде работали, бесплатный билет. В один конец страны. А как в один конец? Мы живем в Барнауле, а вон там Санкт-Петербург, а вот здесь наши живут в Афрунзе. Мы берем билет к ним в Афрунзе, по республикам, в Баку, в Тбилиси, в Молдавию захватываем, в Санкт-Петербург. И домой, это в один конец называлось. И давали нам такой билет. И когда мы туда приехали в Москву, то несколько, у нас большая группа, один на телефоне все время сидит. И мы с защищаем и сразу, помню, три епископа пришли на встречу. Три епископа. Вы одного тут не добьете, чтобы к вам епископ пришел. Это тайно. В советское время, представь себе, задавать вопросы. Вопросов много и они неразрешимые. А тут разрешаются. И что интересно, один иеромонах, он не иеромонах, а целибат у него был, спорит за воина Яценецкого, дух, душа и тело. Я говорю, он неправильно говорит. Неправильно. И это легко доказывается. Нет. Пока было что. Я слышу, он уже доказывает все как положено. Почему? Потому что истина одна. Истины не две не бывает. Она одна. И спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Он сказал, ты не принял, это твоя забота, а не моя. Я тебе открыл ее. Моя задача звать на пир к сыну. 22 глава Евангелия от Матвея. А кто не идет, меня это не касается. А эти, говорят, голову пробили, другого убили. Я несу пригласителя по всей стране на брак Сына Божия. А они не идут. Это не мой вопрос. Это нет. И вот мы созванивались, а москвичи одна группа пришла, вторая. И когда собрались, говорят, а ты откуда? Как откуда? Я со Сретенки. Я говорю, москвич, москвич. А тут, ну а я живу около Сокола. Москвич. Вот это да. Говорят, из Барнолова приехали, чтобы нас собрать вместе. А мы, говорит, в одном городе живы, мы не знаем. Вот как было. Да, да. И вот, да, тогда были очень интересные встречи. Тогда я встретился. И вот, да.